Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся в магазин Anthropology. Этот магазин, не знаю, насколько он известен в Европе, но в Америке он очень популярен, в Канаде. И я вам даже показала здание, которое у нас в городе находится, этот магазин, такое, знаете, старинное, очень интересное. Кстати, дизайн самого магазина очень интересный. Я вам буду потихонечку показывать во время съемки. Во-первых, хочу сказать, что магазин этот известен своим стилем. Это боха, это кантри-стиль, это вот такой, знаете, расслабленный, свободный, очень разноцветный, очень яркий, очень самобытный такой. Ну, в общем, вы увидите все сами. И мне очень нравятся такие вещи. Я надеюсь, что вам понравятся тоже. И давайте начнем уже смотреть. Ну, в начале, в самом начале магазина, конечно, уже висят осенние вещи. Хотя осенних вещей еще не очень много, но уже есть. Есть свитера, есть вот такие вот кофты вязанные. Я вообще хочу сказать про эти вязаные кофты, такие, знаете, кардиганы. Они довольно во многих магазинах представлены уже. И вот в этом магазине, естественно, видите, они какие-то такие этнического плана, такие расцветки, цвета. Очень интересные. И шляпы, конечно же, здесь присутствуют в больших количествах. Ну, кстати, шляпы все похожи один на один. Вот такую шляпу это из нового сезона. А я нашла такую же на сейле, на клиренсе. Я обязательно вам ее по мере покажу, поскольку я любительница мерить шляпы во всех магазинах, в которых я их нахожу только. Цены... Ну, что вам сказать? Цены не бюджетные, не очень бюджетные. Вот если вы видите две цены, одна больше, другая меньше. Возле одной написано USD, возле другой CAD. Это USD, это американских долларов. CAD, это цена в канадских долларах. И во многих магазинах американских у нас на ценнике представлены вот именно две цены, американский и канадский доллар. Отличаются немножко, вы видите, по разнице в цене, что разница есть. Ну, кстати, мне кажется, что на самом деле в жизни разница несколько больше в американском и канадском долларе. А вот в этом магазине как-то не очень большая разница, что меня удивило. Ну, в общем, цены такие, да, немножко кусачие, в принципе, ну, какие есть. Магазин не дешевый, не очень бюджетный. И вещи очень своеобразные. Такой стиль, знаете, он не всем нравится, но есть люди, очень многие поклонники этого стиля. Если вам нравится этот стиль, то вам магазин Anthropology, если вы живете в Штатах или в Канаде. На самом деле на веб-сайте можно заказать вещи, но, опять же, как всегда в Канаде не очень-то это удобно делать, потому что вещи приходят цены в американских долларах. Опять же, надо платить большую цену за перевозку. В общем, как бы не заказывала я никогда ничего у них онлайн, потому что в Канаде это проблема. Вот показываю вам дизайн магазина. Это старое здание, находится в даунтауне нашего города, городка, где я живу. И его взяли, отремонтировали, очень много оставили старинных элементов. Вот кирпичные стены, какие-то каменные кладки внизу. Кстати, вот эти корзины, которые я показывала в большой такой деревянной коробке, они не на продажу. Это корзины, которые люди, если вы хотите покупать вещи, вы можете взять эту корзину и в нее накладывать вещи, которые вы хотите взять примерочную или которые вы хотите купить. В общем, очень много, во многих магазинах есть такие корзины. Но, как правило, они такие, знаете, из какого-то дешевого материала. А здесь прям такие плетеные деревенские корзиночки. Очень приятно. Вот показываю вам очень типичные для этого магазина одежду. Такая, знаете, разноцветная в стиле пэтчворк. Как будто бы сшита из разных лоскутков. Кстати, там потом будет юбка, которая, да, действительно сшита из разных лоскутков. Прям настоящий такой пэтчворк. Очень мне понравились эти платья. Они такие вот в моем стиле. Мне очень нравятся такие вещи. Очень женственные, красивые. Есть цветные, есть однотонные. Вот эта вот сборка сверху на груди, она как-то, мне кажется, подчеркивает фигуру. Должна выглядеть очень симпатично. Ну и снова вот эти вот вязаные вещи из крупной вязки. Такие как будто бы вот растянутые, женошенные. Как будто вы находитесь где-то на даче. И вот из сундука достали какие-то свои старые кофты, которые ваша бабушка вязала. И теперь вы их будете носить. Ну вот правда, сейчас очень много таких вещей. Это очень модно во всех странах. И не только у нас в Америке, в Канаде. Вот вышивка шикарная. Вы помните вышивку в Заре? И вот здесь, в этом магазине. Но здесь вышивка присутствует всегда. В любой сезон, в любой модно-немодно. Здесь всегда есть такие вещи. Вот если вы хотите, то всегда здесь можно найти такие вещи самобытные. Очень красиво выполнена вышивка. На белом фоне такая блузка. И вышивка разноцветная из разной ткани. Очень красиво сделана, очень аккуратно. Профессионально. И, в общем-то, я рассматривала вблизи. Мне было интересно рассмотреть ее. Она действительно очень хорошо выполнена, очень качественно. Ну, цены такие, что еще бы и некачественно было, правда, за такие деньги. Это другая блузка. Здесь присутствует вышивка с аппликацией. По-моему, очень красиво. Не знаю, люблю я вот это вот все. Мне очень нравится такой деревенский стиль. Не всегда. Иногда хочется так одеться. Иногда нет. Но когда хочется, то вот такие вещи, они, конечно, незаменимы для создания таких вещей, для такого стиля, как боха стиль или кантри стиль. Вот эта вот юбка, я про нее говорила. Она действительно сшита из кусочков ткани. Из кусочки белые, а кусочки разноцветные. Вот это самый такой настоящий пейчворк стиль, который очень-очень вошел в моду. Ну, в общем-то, он никогда не выходил для стиля, для кантри и для боха стиля он всегда присутствовал. Интересное платье. Сначала издали мне показалось, что это просто какой-то геометрический рисунок. Потом, когда я подошла, я увидела, что это тигры-львы. В общем, анималистичный принт, можно сказать, да, но такой своеобразный. То есть не под тигра, а именно картинки тигров и львов стоит оно вот наших канадских 120, американских 110. Опять же, повторюсь, мне кажется, что разница по курсу доллара немножко отличается, чем здесь в этом магазине, но неважно. То есть у меня такое ощущение, что мы немножко выигрываем, вот покупая в этом магазине, потому что если вы заказываете вещи из Америки, то вы за 110 долларовое платье, наверное, заплатите больше, чем 120 канадских. Как мне кажется, но, может быть, я ошибаюсь. Это платье, конечно, поразило мое воображение. Я сначала долго не могла понять, сверху у него резинка. Я думала, это юбка, но очень длинная для юбки. Внизу этот валанг как-то не... Ну, в общем, короче, это такое платье, знаете, которое вот на резинке сверху. Там, кстати, есть петли для шлеек, но шлеек я не нашла. Но посмотрите, какая вышивка, какой цвет. Сам цвет платья бесподобно красивый зеленый цвет. Вы знаете мою слабость к зеленому. Конечно, я не могла пройти мимо, но вышивка потрясающей красоты. Вот эти птицы, попуга и что-то невероятное, что творится на этом платье. Действительно очень красиво и самобытно. Необычная такая вышивка. Редко где можно найти, мне кажется, вещи с такими вот вышивками. Но и цена, конечно, ого-го, такая, знаете, кусачая. Но, видимо, я, конечно, далека от того, чтобы думать, что это вышивка ручная. Безусловно, нет. Безусловно, это машинная вышивка. Но за вещи с вышивкой они как-то берут больше денег. Вообще, всякие вот эти вот отделки. Здесь какая-то отделка бисером тоже. Вышивка тоже. Цена такая, в общем-то, довольно немаленькая. Хотя, платье, надо признать, очень красивое. Расцветка такая, прямо, знаете, вот в сочетании, кстати, красного с голубым. Необыкновенная красота. Мне очень нравится это сочетание. Действительно, расцветка суперкрасивая. Мне очень понравилось это платье. Вот снова вышивка, только теперь уже не цветная. А вышивка сделанная из похожего цвета ниток, что и сама блузка. Блузка такая бежевая, вышивка белого цвета. Но тоже очень красиво, очень нежно. Не так ярко, как вышивка на предыдущих вещах. Но, в принципе, действительно, тоже очень-очень красиво. Имеет место, конечно, быть, если вы хотите создать образ не какой-то очень яркий. Но в то же время самобытный, этнический образ. То вот такая вот блузка, конечно, очень-очень подойдет для такого образа. Много, конечно, всяких таких вещей с оборочками. Ну, деревенский такой стиль, знаете, такой, который любят, в общем-то, этнику. Украшения очень тоже красивые в этом магазине. Разнообразные. Кстати, посмотрите, цепи. Цепи много, но цепи пластиковые. Не металлические, как везде во всех магазинах. А именно сделаны из пластика. Что тоже характерно, как бы, вот металл. Это не совсем стиль этого магазина. Хотя, вы знаете, сережек очень много было металлических. Было одно металлическое колье. Вот сейчас я вам его покажу. А Серега очень много из металла. И вот это колье я хотела вам показать. Такой, знаете, как будто бы, как воротник такой из металла сделан. И цена, конечно, тоже немаленькая для, в общем-то, украшения сделанного. Для бижутерий. Это же ведь бижутерия. Никаких там позолот и ничего такого нет. Но, тем не менее, ну, такие вот цены, да. Что поделать? Я редко, вам скажу честно, покупаю в этом магазине. Потому что цены действительно очень такие кусачие. Даже на распродаже. А если учесть, что вещи такие очень своеобразные. Не всегда их можно надеть. Не ко всему они подойдут. То, в общем-то, это, ну, в общем-то, сложно покупать вещи за такие цены. Которые будут висеть в шкафу. И которые трудно сочетать с чем-то. Трудно носить. Просто вещи красивые. Но вы понимаете, что вот эти яркие вещи с вышивкой. С такими вот очень акцентными деталями. Очень трудно с чем-то сочетать. Поэтому платить такие деньги за них, это немножечко, ну, не совсем, я считаю, правильно. Хотя я люблю приходить просто в этот магазин. Что называется, вдохновиться, посмотреть на красоту. Ну, покупаю. Иногда покупаю. Иногда на распродаже у них можно поймать очень какие-то хорошие дилы. Опять же, повторюсь, онлайн, к сожалению, нельзя. У них невозможно заказывать. Возможно, но очень дорого. И получается, что как бы вот онлайн действительно можно поймать хорошие скидки. Но недоступно нам тут в Канаде. Вот, пожалуйста, например, сережки вот эти на сейле, на распродаже стоят 50 долларов. Что в них такого, я не знаю. Они, по-моему, стоили 70 долларов до сейла. И, в общем-то, ну, не знаю. Трудно мне объяснить, за что такие цены, почему такие цены. Да, вещи хорошего качества. Но как бы ничего такого, чтобы прямо уже так, прямо такие цены ставить. Они, конечно, оригинальные, необычные. Вот, кстати, вот эти серьги мне очень понравились. Ну, просто очень понравились. Они действительно оригинально выглядят. Вот это голубое такое прозрачное стекло. Это, конечно, пластик, не стекло. Но, тем не менее. Хотя, если честно, я уверена, что такие серьги можно купить где-нибудь на китайских веб-сайтах. Вот эти тоже мне понравились серьги. Тоже необычный металл. А внутри сделаны из камней. Я не знаю, или просто это пластиковые бусины. Красивые такие. Такие красивые сочетания цветов. Нежные. И вот цепи, кстати, я хотела сказать, что цепи... Много цепей, но все из пластика. Помните, как в 80-е мы носили, было очень модно. Пластиковые цепи, не металлические. В общем, они как бы своеобразную какую-то такую линию держат. Так вот, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что такие украшения, конечно, можно найти на том же Алиэкспресс. Наверное, в 10 раз дешевле, если не больше. Поэтому, конечно, покупать за такие деньги и украшения здесь, они не стоят. Я считаю, что они не стоят таких денег. Вот, например, посмотрите вот этот браслет. Он, кстати, на сейле за 24 доллара. Тоже немало. Тоже не бесплатно. Что мне в нем не понравилось? Металл красиво сделан. Все хорошо, но... И вот это подобное тоже. Вот эта имитация как будто бы бирюзы. Она настолько пластиковая. Она настолько сделана. Как-то, ну, в общем, видно, что это не... Прямо за версту, что это не настоящая бирюза. Что это просто пластик такой, имитация. И как бы, ну, за те деньги, что они хотят, я бы постаралась больше. Хотя, может быть, это специально так сделано. Вот, например, другого типа камень. Вот это мне понравилось больше. Потому что здесь как бы не имитация бирюзы. Имитация неизвестно чего, какого-то непонятного камня. И выглядит это более как-то натурально, более естественно. А вот с бирюзой как-то они облажались. Хотя, может быть, это специально. Может быть, это такой кич, знаете. Вот прямо смотрите, смотрите. Вот это тоже, кстати, тоже под бирюзой. Тоже очень видно, что это не бирюза. Ну, не знаю, цена такая вот 44 доллара наших канадских за такой браслетик пластиковый. Да, в общем, как бы, не знаю, не знаю. Ну, давайте я начала за здравие и сейчас начинаю критиковать цены. В общем-то, ну, что называется, что вижу, то пою. Очень большой есть отдел в этом магазине изделий для товаров для дома. Посуда, свечки всякие, какие-то рамочки, чашки, ложки, плошки. В общем, все тоже сделано в таком очень деревенском стиле. Очень популярны, кстати, их изделия для дома, потому что они такие вот своеобразные. Именно тоже такой кантри-стайл, если вы хотите создать в своем доме. То, знаете, вещи такие немногие любят носить. А вот в дом такие вещи очень многие любят покупать. И даже вот миксовать их с современным каким-то дизайном, с более модерновым дизайном. Вот миксовать такие вещи кантри такого деревенского дома, как будто бы носить элементы деревенского дома в свой дом, даже если он сделан современным модерновым дизайном. Очень-очень популярно. И как раз здесь, вот в этом магазине, можно найти такие вещи для декора. Единственное, что здесь как бы мебели, по-моему, нету. А вот есть только в основном вот подушки, свечек очень много. Очень, кстати, популярная тема у них. Это вот их свечки. Или вот такая, например, посуда. Очень простая. Такая прям, знаете, вот деревенская-деревенская. Как будто бы прямо из деревенского дома вытащенная. И как бы взят пример. Вот именно очень простой деревенский стиль. Ну, я говорю деревенский, имея в виду наш перевод с английского кантри стайл. И даже стол, на котором стоят эти вещи, и даже полки, на которых они стоят, все сделано в том же самом кантри стиле. В общем, магазин вообще весь очень выдержан в своем стиле. Я вот сейчас вам покажу лестницу. Магазин двухэтажный, кстати. Покажу лестницу, и вы поймете, что дизайнерам магазина, те, кто делали дизайн самого помещения, я как бы перед ним снимаю шляпу. Они сделали настолько его оригинальным. Посмотрите, лестничная площадка выложена какой-то такой бирюзовой плиткой, разноцветной, очень красивой. Вот манекены стоят тоже на какой-то такой деревенской тележке. И вот дальше лестница идет уже из... Там были деревянные ступени, здесь лестница из плиток выложенных, вот этих бирюзовых. Очень оригинальный и необычный. Я вот поэтому еще люблю этот магазин, потому что сама атмосфера магазина, сам дизайн магазина очень интересный, очень такой своеобразный. Вот это платье как-то не совсем вписывается вообще в стилистику магазина. Мало это похоже на кантри, на бохо, а скорее на что-то такое из Zara, из масс-маркета. Тоже не дешевая, очень не дешевая. И, кстати, красивое сочетание красное с розовым. Одно время считалось, что это какая-то безвкусица, сочетать красное с розовым, красное с оранжевым. Потом это как-то вошло в моду, и это действительно очень красиво. Очень мне понравился вот этот свитер, такой необычный, с зеброй. Необычный рисунок. Стоит он, по-моему, 180, да, канадских. И вы знаете, что кроме интересного дизайна, приятного цвета и необычного вот этого дизайна зебры, я обнаружила, что он сделан из стопроцентного кашемира, что, конечно, приятно. И, в принципе, цена довольно хорошая для кашемира. Вот, посмотрите, я нашла этикетку. Мне просто было интересно, какой у него состав. Стопроцентный кашемир. Хотя не все вещи в этом магазине отличаются. Не все они сделаны из натуральных тканей. Там есть много синтетика присутствует. Но вот, тем не менее, свитер кашемировый. И 180 долларов для кашемирового свитера, я считаю, по нашим ценам, это довольно-таки не смертельно. Хотя цены высокие в этом магазине, но вот кашемир как-то продают так за нормальную цену. Вот вам показываю снова интересный магазин дизайна. Дизайн самого помещения. Вот за этими окнами, если пройти через этот мостик, там примерочные. Ну, здесь какой-то, типа, такой балкон со стеклянными такими перилами. И можно посмотреть вниз на первый этаж. Ну, не знаю, интересно. Юбка. Шикарной совершенно расцветки. Совершенно осенняя такая расцветка. Желтые листья, красные листья. Уже прямо вот осень наступила. И тут вдруг какой-то тигр там выглянул из-за угла. Интересная расцветка. Вообще много вот этих вот присутствует животных. Там зебра, тигр, в общем, какие-то не животные принты, а именно изображения животных на одежде. Я не знаю, это сейчас тренд вошел на это, или это именно в этом магазине они решили сделать такую коллекцию. Не знаю. Хотела вам показать вот эти кружки. Это их просто самая такая известная продукция. Одна из самых известных продуктов этого магазина для дома. Это вот эти кружки с инициалами. Они их очень давно выпускают, очень давно делают. Каждый год немножко меняют дизайн расцветки. Рисунок, вот вязь такая, из которой выписана вот эта вот буква. Рисунок с другой стороны кружки. Это очень популярный продукт. Вот если вам нужно что-то найти в подарок, очень быстро и очень как бы не знаете, что подарить, то вот такая вот кружка с инициалом, с инициалом первой буквы имени. Ой, зато Варюси. Очень хороший подарок вообще здесь вот в Америке, в Канаде. Это очень популярный подарок. Вообще купить кружку, чашку человеку подарить, это очень популярный подарок. Если это будет с первой буквой его имени, то это вообще как бы, ну как бы такой personal touch, что называется. То есть персональные... То есть как бы предание, души подарку. Видео длинное, долго озвучиваю, поэтому язык меня не слушается, заплетается, и я начинаю заговариваться. Вот скалка, например, за, по-моему, 45 или сколько-то долларов. Сумасшедшие деньги, конечно, но такая, знаете, скалка мужа гонять по кухне. Коробка для хлеба, хлебница. И очень красивая вот эта чашка, мне очень она понравилась. В ней есть все. И очень красивый рисунок, и там фактура с другой стороны, и написано love. Опять же, для подарка очень хорошо. Я не думаю, что за такие деньги, там, 15-20 долларов, человек сам себе будет покупать посуду. Но как подарок, в принципе, это очень, по-моему, приятная, красивая вещь. Сумки, кстати, они очень мало делают сумок. Вот внизу там был на первом этаже, такой как будто бы шоппер. Здесь тоже вот я нашла одну сумку. Кожаная сумка. Не первый сезон. Они делают вот эти круглые сумки разного дизайна. У них уже было, по-моему, в прошлом году. У них были другие немножко. Сейчас тоже вот они сделали другие сумки. Но, в принципе, все они такого типа похожие. Круглая сумка. 140 долларов она стоит. Для кожаной сумки, опять же, это не очень дорого. Вот по нашим ценам. У нас, в принципе, можно и за 200, и за 250, и за 300, и больше. В общем, если кожаная сумка, там нет предела совершенства. Нет предела цены. Она очень хорошо выглядит. У меня есть похожая сумка из Зары, кстати, замшевая. Тоже вот такая круглая, тоже очень необычная. Я ее очень люблю, потому что она сразу-сразу создает какую-то... Придает необычность образу. И как вы видите, вот я ее к себе прикладываю. Она действительно хорошо смотрится. Такой цвет приятно карамельный. Немножко такая потертая кожа, как будто бы уже ношеная. Ну, вот опять же, это такой вот сейчас стиль. Обратила внимание вот на эту блузочку. Мне понравилась вот эта аппликация. Даже не вышивка, а какие-то пришитые лепесточки, цветочки. Сделаны из каких-то пластиковых таких элементов. Не знаю, как это стирать. Не знаю, в общем, наверное, руками. Потому что если в машинку положить, то это все, наверное, осыпется. Интересная блузка. Немножко клоунская такая. Сколько цветов? Четыре цвета присутствуют. Вот сиреневый, красный, зеленый и горчичный такой. Ну, немножко too much. Я бы один цвет все-таки убрала. Посмотрела состав вискоза. Мне просто было интересно. Я как-то почему-то произвела впечатление, что это шелк. Сделано, кстати, в Турции. Но это не шелк, а вискоза. И я отправилась, увидела распродажу. Конечно же, винулась туда. Ну, ничего я не нашла там, потому что цены по-прежнему такие довольно кусачие. Но вещи очень красивые. Опять же, это вещи, видимо, которые остались из летней коллекции. И, конечно же, они очень яркие. Ну, просто такие, знаете, такие праздничные вещи, которые вот можно носить хорошо на курорте, на даче. Ну, мне кажется, и в городе. Но, в принципе, летом в такое платье, вот, допустим, с синей цветами. Сарафан такой вполне можно носить в городе. Ничего у него такого нету слишком. Потому что, в принципе, для лета яркие цвета хороши. Или вот такое вот платье в клетку. Тоже очень такой кантри-стиль. Вот эта вот клеточка. И пуговички маленькие, всякие защипы. В общем, очень-очень такой характерный стиль для этого магазина. И вообще для всех магазинов, которые продают вещи такого типа. Ну, и, конечно же, перья. Куда без перьев? Если мы говорим про буха-стиль, то тут, конечно же, перья рулят. Вот, кстати, на сейле была такая же шляпа, как была внизу. За полную цену из новой коллекции. Такая же, только потрясающего такого розового цвета. И еще одна была шляпа. Более такая зимняя. Фетровая, коричневая, тоже карамельного цвета. Я, конечно же, их обе примерила. Вы знаете, что мне очень она понравилась. Но она, не знаю, не готова я такие деньги платить за шляпу, которую я, скорее всего, надену несколько раз в год. Потому что она очень своеобразная. Такой необычный цвет, не совсем обычный фасон. В общем-то, выглядит она так, ну, привлекает к себе внимание. Это такая statement piece. То есть, такую шляпу вы оденете. Вам к ней нужно очень-очень хорошо и очень аккуратно подбирать весь остальной аутфит. Потому что она очень такая характерная. И цвет, и фасон, все. В общем, дно красивое, конечно, не могу ничего сказать. И очень качественная. Очень хорошо сделана шляпа. Прекрасного качества. Это вторая шляпа. Еще более statement piece. Еще более своеобразная и необычная. Очень широкие поля. Такая тулья. Прям такая, знаете, ну, шляпа-шляпа, что называется. В общем-то, я не знаю, какому аутфиту я бы ее надела. Хотя, наверное, нашла бы к чему ее надеть. Стоила бы она немножко подешевле. Я бы задумалась над ее покупкой. Потому что, опять же, повторюсь, она очень качественная. Но мне... Я себе в этой шляпе что-то напомнила. Я долго рассматривала. Не могла понять, кого я себе напоминаю. Потом вспомнила. Помните, старый фильм. Здорово. Он там ходил в таких же шляпах. Только маска у него была надета не там, где у меня, а на глаза. Ну, в общем, очень-очень ассоциации присутствуют. Вот такой у нас сегодня магазин. Необычный, интересный. Показываю вам еще немножко интерьер самого магазина. И вот эти вот вещи для дома. Все очень необычно, самобытно. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Примерки будут в следующем видео. Затравку не ставлю, потому что видео уже получилось очень длинное. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Ваша Дита. Пока-пока-бай.